ВОСТОК-ЗАПАД А также показывает детям собачье сердце, чтобы у них было понимание, из какого мира мы их увезли. Ну, это очень хорошо, Ольга, всё правильно. Тут и тут советует мой друг Иван Лапшин показывать советское счастье 30-х годов. Вот многие фильмы там про ГУЛАГ снятые, Солженицына читать. Но это очень важно. Мне кажется, что вот это преклонение перед Кио Муратову советует читать. Этфу читать, смотреть. Стоит посмотреть. Кира Мурат рассказала, что любит мой друг Иван Лапшин. То, что произошло здесь с поддержкой социалистов, это отсутствие информации, это социалистическая пропаганда, зараза, которая проникла в колледжи, в университеты. Поэтому этим необходимо заниматься, необходимо просвещать, объяснять, чем всё это закончится. Понимаете, Берни Сандерс, он же очень сладко говорит, мы хотим так, как в Швеции, такой социализм. Но он не говорит, что в Швеции не социализм. Во-первых. Во-вторых, что это большие налоги от избытка дохода государства. И в-третьих, что любой настоящий социализм заканчивается концлагерем. Он этого не говорит. Это надо рассказывать, надо показывать это. Они сами, так сказать, не догадаются, дети. Или юноши и девушки. Им надо об этом рассказывать. Я читал здесь в университете лекцию о вот этом переходном периоде с 86-го и 87-го года до 92-го года. Как это произошло? Ну, они как раскрыли рты, так и слушали. Это действительно очень ценная, важная информация. Как человечество избавлялось от этой коммунистической заразы. От распределительной системы. Насколько это было тяжело. Это всё надо объяснять детям. Всё правильно.